Всем привет! Меня зовут Софья. Добро пожаловать на мой канал. Для тех, кто впервые здесь, на этом канале я рассказываю про то, как меняю свою жизнь к лучшему и своими успехами и неудачами делюсь с вами. Сегодня я хочу вам рассказать про 10 вещей, которые у меня есть только в единственном экземпляре. И первая вещь, о которой я хочу рассказать, это бутылка для воды. Да, эта бутылка для воды это одно из самых дорогостоящих приобретений в моей экологичной жизни. Но я искала бутылку полностью без пластика. Это был сложный, долгий процесс, но я ее нашла. Это бутылка от Клинкантин и она полностью металлическая. Здесь у нее бамбуковая такая крышечка сверху для красоты и уплотнитель силикона. То есть в ней полностью нет никакого пластика. Она легкая, я переживала, что металлическая бутылка будет тяжелой. Эта бутылка на пол-литра. Вы скажете, ну у каждого есть бутылка для воды, что тут такого особенного? Так вот, моя бутылка это мой верный спутник. Я всегда ее беру с собой. И если я ее забыла, я все равно никогда не куплю воду в одноразовой пластиковой бутылке. Буду страдать от жажды, но принципиально пластик не куплю. Такую привычка брать с собой свою бутылку с водой у меня укрепилась очень быстро. Я даже не ожидала от себя, насколько быстро я начну соображать взять ее с собой. Москва город большой. Если уходишь по делам, обязательно это надолго. Обязательно захочешь пить. И бутылка с собой гениальное решение на самом деле. Когда ты очень сильно занят или куда-то спешишь, у тебя нет времени зайти в магазин купить воду. Но если она у тебя с собой, у тебя есть возможность ее попить. И, соответственно, не происходит этого сушника. У тебя всегда с собой вода. А вода, как вы знаете, очень важна. Надо пить очень много воды в день. Так вот, все у меня получается. Когда у меня появилась эта бутылка, я стала действительно пить правильное количество воды. А именно правильное для моего тела, для моего телосложения, для моего веса. Следующая такая неочевидная вещь. Это мягкая игрушка. Этого кота мы привезли из Казани. Мы как-то ездили на мой день рождения в Казани. И там купили вот эту мягкую игрушку. Это единственная мягкая игрушка, которая у меня есть. Это, естественно, не единственная мягкая игрушка, которая у меня была за всю свою жизнь. Но в порыве разбора вещей, в порыве минимализма и расхламления, я поняла, что вот это количество пылесборников, которые купятся у каждой девочки, это вообще зло, как меню. И нужно от всего этого избавляться. Естественно, я это не выкинула, кому-то подарила, где-то отдала на благотворительность, где-то деткам. Но единственная мягкая игрушка, которую я оставила, это вот этот код. Потому что это наш сувенир из поездки. И он мне приносит много радости, много эмоций, в отличие от всех остальных игрушек, которые мне не вызывали эмоций. И сейчас, когда мне делают какие-то подарки, все знают, что мягкие игрушки дарить не нужно, несмотря на то, что это принято, цветы, конфеты и всякие пылесборники дарите. Но у меня вот одна, и я ей довольна. И она действительно приносит мне радость. Третья вещь, которую покажу не очень очевидна, это у меня один спрей-очиститель. Больше других нет. Ну, то есть, у меня как бы, может быть, в две банки он налит. Но суть в том, что у меня один спрей-очиститель для всех поверхностей. Я еще его и делаю сама. То есть, это у меня была бутылка от покупного средства. И когда она закончилась, я сделала свой спрей-очиститель. И пользуюсь им. Просто использую ту тару, которая у меня уже была. Не обязательно, переходя на экологичный образ жизни, срочно покупать всякие разные бутылочки и баночки, которые еще и очень дорого стоят. Можно использовать то, что у тебя есть. Вот у меня такой. Я как-нибудь в своей блогерской деятельности сниму видео о том, как я прибираюсь. Но оказалось, что различные средства для различных поверхностей не такая уж и необходимая вещь. Вот одно средство. Четвертый пункт – это тушь для ресниц. Да, у меня одна тушь для ресниц. И пока она не закончится, новую я не куплю. Очень часто бывали такие ситуации, когда приходишь в магазин парфюмерии и косметики, и там сразу на входе просто целые развалы распродажи различных косметических средств и уходовых. И ты проходишь сквозь них, и взгляд просто цепляется за тушь. Потому что тушь – это то, что тебе нужно каждый раз, когда ты красишься. И если она со скидкой, то почему бы не купить? И вот у тебя уже есть та тушь, которая тебе нравится, которая тебе устраивает, которую ты любишь, которая делает твои ресницы такими, какими ты их хочешь видеть. Но, проходя через распродажу, ты обязательно берешь еще одну. Просто попробовать, потому что она на распродаже. И хорошо, если эта тушь, которую ты купил по распродаже, тебе реально понравилась. Но чаще всего она тебе не нравится, она не делает твои ресницы такими, какими ты их хочешь видеть. И вот эта тушь остается лежать в ящичке. В следующий раз, когда ты приходишь покупать свою любимую тушь, ты видишь другую тушь на распродаже и покупаешь ее еще. И потом весной, когда все бьюти-блогеры мира снимают расхламление и расхламление косметики, они показывают миллионы этих тушей, которые они выкидывают, но им их присылают, они их не покупают. А ты думаешь, ну, мне тоже надо расхламляться и выкидываешь все эти старые засохшие туши, которыми так и не успела попользоваться и думаешь, ну, я же как бьюти-блогер. Но на самом деле нет, ты за свои туши заплатила и пусть это небольшие деньги, но даже если по 200 рублей 5 тушей купить, это уже 1000 рублей можно было, не знаю себе, позволить что-то другое купить. Да, у меня одна тушь, я перестала экспериментировать, я покупаю только ту, которая мне нравится и пока она не закончится, другой не покупаю. Следующая вещь, которая у меня только в одном экземпляре, это бальзам для губ. И этот бальзам для губ я даже не покупала, мне его прислала подруга. Привет, Лейсан, очень приятно, я им пользуюсь, он очень вкусный. У меня не настолько сухие губы, чтобы пользоваться бальзамом 24 на 7, но иногда все-таки приходится. И так как бальзам это достаточно недорогая вещь, а купить что-то хочется, то есть шопер живет в каждом человеке. И иногда так думаешь, ну куплю бальзам, ладно, ну он недорогой, потрачу немножко денежек. И вот в каждой сумочке по бальзаму не успеваешь ни один допользовать, все они портятся, покупаешь новые. Нет, все, у меня есть один, и я не уверена, что его я даже использую до конца. Но в общем, пока он не испортится, я буду пользоваться им. Вообще, когда начинаешь экологичный образ жизни, думаешь не только о составе, но и о упаковке. Пластиковая упаковка, естественно, это не экологично. И все экологичные блогеры начинают рассказывать про бальзамы в картонной упаковке. И ты такой, блин, я тоже такое хочу, где бы его взять, где бы купить. Либо в картонной, либо в металлической упаковке еще есть такое, где пальчиком надо. В металлической упаковке вот так вот водишь и наносишь себе на губы. Такой ты думаешь, ну блин, мне, наверное, тоже нужен этот товар, он же, ну как, экологичный. И все же тоже пользуются, но нет. Нет, самое экологичное, это в принципе не покупать. В общем, пока это не закончится, другого я не куплю. Шестое, что хочу вам показать, это бахилы. Да, у меня одни бахилы, и я им пользуюсь уже достаточно давно. Больше года уже прошло, как они у меня появились. И это единственные бахилы, которые у меня есть. Я помню, что в Екатеринбурге все одноразовые бахилы были платные. Надо было платить, по-моему, 5 рублей за пару бахил одноразовых. То есть, ты пришел в поликлинику, там такой автомат. Ты кидаешь туда монетку, поворачиваешь, и оттуда вместо конфетки выпадают бахилы. В Москве немножко по-другому ситуация. Я не знаю, может быть, и в регионах сейчас по-другому. В Москве бахилы в каждой поликлинике государственной выдаются бесплатно. Но, тем не менее, даже несмотря на то, что это бесплатно, я все равно купила себе бахилы. Моногоразовые. По большому счету, это плащевка, из которой сшиты бахилы. Вот это сумочка под них. И вот внутри лежит два таких вот носочка на обувь. Если вы думаете, что бахилы существуют для того, чтобы обезопасить вас от микробов в поликлинике, то нет. Бахилы существуют только для того, чтобы санитарке меньше мыть полов. Все. Больше ничего они не существуют. Зато выкидывается каждый день огромное количество бахил. А это пластик, который не перерабатывается. То есть, сразу после того, как вы их надели, поносили и выкинули, это все идет на мусорные полигоны или на мусоросжигающие заводы, которые сейчас строят вокруг Москвы. И которые сейчас вызывают огромное количество протестов и пикетов. Но ничего не меняется. Так вот, чтобы все это не ехало ни на полигоны, ни на мусоросжигающие заводы. Чтобы мне было комфортно, что я не произвожу мусор, который потом будет при сжигании отравлять людей, которые рядом с этим мусоросжигающим заводом живут. Я одноразовыми бахилами не пользуюсь. И бахилы у меня лежат в кармашке рюкзака. Они всегда там лежат. Я их никогда не забываю. И их надо периодически стирать, естественно, потому что они грязнятся. Я их стираю тогда, когда мою обувь. То есть, я решила помыть обувь им. И заодно вспоминаю, ага, у меня бахилы. Как только они высохли, я их сразу кладу в рюкзак. И они дальше со мной. Потому что ты никогда не знаешь, когда они тебе пригодятся. Одно дело, ты пошел в поликлинику, и там, да, они тебе нужны. Но, допустим, идешь в парикмахерскую, и там могут попросить надеть бахилы, а могут и нет. В музее могут попросить надеть бахилы, а могут и нет. Но когда они у тебя всегда с собой, они занимают не очень много места. То есть, я их не замечаю. Они, естественно, ничего не весят. То, как бы, всегда с собой, я прям всегда с собой горжусь. И они у меня такой яркой расцветки. Потому что, ну, притворяться, что ты наделал одноразовые бахилы, очень странно. Если ты в многоразовых, все равно они кидаются в глаза, даже в синие. А вот с такой расцветкой меня постоянно спрашивают, что это, что это. Шила ли я сама или купила. А как вот такие сделать самому. И, в общем, все бабульки в поликлинике в восторге. Своих денег они и стоят. И даже когда они и струтся. Потому что, естественно, это материал. И тем более он трется об пол и об обувь. Все равно это меньше мусора, чем одноразовый бахил. Особенно, если часто куда-то ходишь. Следующее, о чем я хочу рассказать, это солнцезащитные очки. У меня они одни. Надо протереть. Купила я их год назад. Это не какой-то супер крутой бренд. Это просто очки из торгового центра. Я попыталась купить не самые плохие. Я попыталась купить те, которые мне больше всего идут. И все, больше никакие очки я не покупаю. Нам, девушкам, конечно, свойственно копить аксессуары. Это сумочки, бижутерию, какие-то украшения. В том числе солнцезащитные очки. Особенно, когда смотришь какое-то видео, где девушка-блогер рассказывает про то, как она накрасилась, отделась, про аутфит дня. И сегодня я выбрала вот эти очки из миллиона тех очков, которые у меня есть. И думаю, блин, я так же хочу. Я тоже хочу, чтобы у меня было много всего. Почему вот у нее много, а у меня мало? Ну, потому что на блоге роды нет. Вот и все. Вот и вся разница. Солнцезащитные очки, они выполняют определенную функцию. Они защищают от солнца. Если выбрать те, которые подходят под ваш тип лица, и вам удобно в них ходить, то смысл покупать еще одни. Зачем тратить деньги? Вот сломаются эти, купишь новые. И да, я купила, мне кажется, достаточно универсальную модель, по крайней мере, она мне подходит ко всему. У меня нет такого, что к этому аутфиту дня не подходит. Все подходит. Тем более, мы живем в таких широтах, не самых солнечных, так сказать, что солнцезащитные очки, это, в общем-то, не особо и большая потребность в нашей жизни. И даже можно без них обойтись, по большому счету. Так что иметь еще и несколько, это просто неразумно. Еще вещь, которая у меня есть только в одном экземпляре, это кепка. Я знаю, это тоже аксессуар. Все девочки любят копить кепки, шляпы, платки, банданы, всякие штуки другие. Причем, когда я ее купила, я только потом поняла, что это мужская кепка, но мне она нравится. Я не знаю, насколько она мне идет, но, опять же, это черный универсальный цвет. Но кепка, это вообще, мне кажется, вещь неубиваемая. Ее можно носить годами, ничего с ней не случится. Не вижу смысла покупать еще одну. Следующая вещь, о которой я хочу рассказать, и вот которая точно бывает не у всех в единственном экземпляре, это банковская карта. Единственная карта, которая у меня есть, банковская, это дебетовая карта, то есть карта с дебетовым счетом. Я живу по принципу скопи-купи, не бери кредит. Это достаточно трудный процесс, и очень трудно, когда ты что-то очень-очень-очень сильно хочешь, и так легко в наши дни взять кредит. Очень трудно ждать, очень трудно копить, когда ты думаешь, ну блин, вот это же, если я сейчас начну копить, это целый год надо там, или даже больше копить. Я сейчас не говорю про кредиты, которые там на покупку автомобиля или на покупку квартиры, потому что на это скопить действительно сложно. Но на потребительские кредиты, вот это вот, я хочу срочно блендер, потому что завтра я начинаю новую жизнь, и вот мне срочно нужно купить блендер, а денег на него нет. Вот это все, вот эти все кредиты или просто кредитные карты, с которыми ты платишь, и потом эти деньги возмещаешь на карточку, таких карт у меня нет, только дебетовая карта. Следующая вещь, о которой я хочу рассказать, это ноутбук. У меня один ноутбук, он достаточно победавший виды, скажем так, но пока он работает, он со мной. Я не гонюсь за новинками техники, мне хватает того функционала, который есть у этого ноутбука. И, в принципе, мне кажется, что очень часто мы покупаем гаджеты, которые себя не оправдывают. Допустим, если у гаджета есть какие-то суперфункции просмотра чего-то или создания какого-то креатива, но вы не креативный, не создаете вообще, вам телефон, например, нужен для того, чтобы звонить, писать смс-ки, сидеть в WhatsApp и в трех соцсетях, то телефон, который умеет еще и создавать суперкрутые 3D-модели, вам не нужен. Если вы не блогер, не фотограф, не какой-то профессионал фотографии, вам не нужен телефон с крутой камерой. Достаточно будет телефона с обычной, с хорошими мегапикселями камерой. Сейчас у меня ноутбук, который позволяет мне монтировать видео, смотреть сериалы, сидеть в соцсетях. Никаких других ноутбуков я не собираюсь покупать. Ну, если этот ноутбук выйдет из строя, закончит свою жизнь, когда-нибудь это точно случится, то тогда я и куплю новый. На него я уже, кстати, коплю. Это к вопросу о том, что когда тебе что-то нужно, и ты хочешь что-то купить, нужно подумать об этом заранее. Так вот, на обновление, на апгрейд всей своей техники я всегда коплю. Скопила, купила, не скопила, извини, выкручивайся, живи как можешь. Ну и, соответственно, никакого дублирования, типа планшета или стационарного компьютера у меня тоже нет. Если этот ноутбук выйдет из строя, возможно, я подумаю о том, чтобы купить какой-то другой гаджет, выполняющий функции компьютера, то есть планшет или стационарный компьютер. Но, скорее всего, это просто будет другой ноутбук. Вот это получился мой список из 10 вещей, которыми я обладаю в единственном экземпляре. Вы можете написать в комментариях какие-то свои мысли и идеи по поводу того, что у вас есть в единственном экземпляре, и что обычно у людей в больших количествах. Я вот знаю, например, у людей одна бутылка вина дежурная в холодильнике бывает, и они, ну, пока ее не выпьют, новую не покупают, но эта история, естественно, не про меня. У меня их там много, и чем больше, тем лучше. Возможно, у вас какие-то еще есть мысли. Мне будет очень интересно почитать в комментариях. А на сегодня у меня все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я желаю вам хорошего вечера. До новых встреч на моем канале. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok